по лету яблоки там и все выкидывает сюда тут они гниют и уже их отправляют на переработку делают молдавское вино продают потом наш на нормальная тема поехали дальше всем привет вот и пришло время к моему новому видео видео будет о том как шведы очень любят свою окружающую среду как они защищают ее как они сортируют мусор на свалках и вообще как выглядит шведская свалка она совсем не похожа на русскую огромную гору хлама но все красиво по контейнерам трик трик мы все вам покажем все заснимем у нас немножко под собиралась мусора мы сейчас поедем его сортировать и расскажем вам и покажем что и как куда выкидывается там на самом деле очень интересно очень много техники люди выкидывают и вообще интересно там такой мини городок сон вы поехали показывать вам как выглядит шведская свалка ну что друзья вот вы приехали на свалку нам разрешили даже здесь поснимать немножко видео это очень интересная история вчера моя девушка написала главному начальнику сюда не написала позвонила и на что он ответил да конечно можно приезжать снимается он отправил сюда email работникам которые здесь работают типа что завтра приедет снимать глава я им не запрещаю типа можно ну сам еще приехали всем сказали что мы будем снимать здесь нам дали добро пойдемте снимать все сюда как вы уже видите выкидывается бытовая техника бытовая страшно бытовая техника стиральные машины духовые шкафы холодильники всякая ерунда вы сами можете посмотреть сюда выкидываются колеса резина резина с дисками вот в эти контейнеры позади меня маленькие контейнеры люди которым уже или сдали свои машины на свалку такая же свалка только для машин у них остается вторая пара колес или летних если они сдают зимой или зимних но и как бы можно найти очень хорошие колеса здесь я даже часто и сотрю я вижу такие неплохие лежат колесики можно еще поставить и ездить на них вот мы пришли к нашему первому пункту называется он металл скрут куда выкидывают все металлическое все железное я думаю алюминиевая все что короче связано с металлом бывает даже очень неплохие велосипеды лестницы тут можно нормально наживиться то есть начинает нравиться гулять по свалке вот тут и за и за это тебе деньги здесь не платят а если ты фирма и ты приезжаешь сдавать мусор то ты еще и должен и сам за это заплатить вот такие дела не так как у нас алкоголь не кингося металлы сдают его за деньги чтоб купить потом ну соответственно сами знаете чего идем ко второму второй контейнер у нас называется изолеринг глаз изолеринг глаз это стекловата потом зеркало зеркало в которое вы смотритесь по утрам стекловата всякое такое пена монтажная изоляция всякая изоляция для дома для стройки для всего а еще банки для напитка тоже сюда выкидываются я так подсмотрел на щите написано 3 контейнера у нас называется гипс ничего особенного самый обычный гипс с бумагой вот так он выглядит самый обычный гипс с бумагой гипса кстати когда на колено там или на ногу или на руку ложат гипс его тоже можно будет снять и выкинуть сюда идем к четвертому контейнеру но а четвертый контейнер у нас называется суфор сенгер судя к окно сейчас посмотрю да здесь находятся всякие ковры кровати кресла кожаные причем это даже похоже на королевское немного диваны кто-то даже умудряется сюда окна стеклянные скидывать конечно это нельзя но это скорее всего приезжают сюда такие же как и я которые не знают особо тут ничего прочитали так увидели оп а никто не смотрит вам все выкинули готово вот мы подошли к пятому контейнеру он самые у нас интересные электроника пылесосы бредро бредро с русского тамада это бредро тестеры всякая но электротехника телевизоры компьютеры телефоны и все все это самый интересный контейнер в котором можно найти всякие интересные штуки на очереди у нас 6 контейнер здесь непонятно что здесь валяются какие-то башмаки покрышки от велосипеда картонные коробки от кроссовок рюкзаки всякие пакеты но вообще этот контейнер для всякой резины и текстильной мебели то есть какие то я не знаю может мини стульчики или что но всякие ботинки валяются а наверное одежда для одежды этот контейнер скорее всего вот здесь еще есть такие контейнеры для одежды если у вас хорошая одежда то их можно выкинуть туда и они отсылают эту одежду всяким детям сиротам там в африку или еще куда-то я толком не знаю куда но есть такие контейнеры я покажу вам них чуть позже вот так вот выкидывают и сортируют мусор так подошли мы к восьмому контейнеру здесь находится пластмасса все что связано в принципе с пластиком очень много чем написано снова пласт 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 пенопласт пластиковые пакеты ну и у меня кстати в машине тоже чуть завалялась пластиком пойду заберу его и буду выкидывать пластмасса в машине от молока вот такие вот штучки вот мы подошли к девятому контейнеру 9 контейнер а я понял всякие зеленые штуки трава трава яблоки все что связано с природой деревья елки после нового года старые ну всякое такое увидите короче груши старый кто-то садов собирает по лету яблоки там и все выкидывает сюда тут они гниют и уже их отправляют на переработку делают молдавское вино продают потом наш рано нормальная тема поехали дальше 10 10 контейнер у нас связан с тра называется тра куда выкидывается все деревянное минимум 10 сантиметров диаметр то бишь маленькая маленькая всякое дерево сюда не по выкидываешь надо кидать большие шкафы стулья все деревянное все что связано с деревом все выкидывается в этот контейнер номер 10 день все дерево ничего сложного но все потом сжигается или там перерабатывается не знаю есть такие контейнеры бренд бант называется которая все сжигается но я их здесь что-то не нашел нет вот этот контейнеров как бы он из деревянных считается особенно это тоже контейнер для дерева но в него выкидывается только дерево которое пропитано всякими пропитками например есть зеленые они не горят или там не гниют ванное дерево там красным цветами разных цветов то есть всякое то что пропитано какой-то химии она выкидывается отдельно в этот контейнер специально ну как бы красное всякое все что необычное дерево все выкидывается сюда и последний контейнер у нас его даже не заметил его так если идешь его и не видно видно только одно название масса всякого хлама керамика бетон бур плитка всякая ерунда все сюда все китва зоны для цветков там туалеты какие-то туалеты там валяются мы все всякая керамика все выкидывается сюда вот такие контейнер чеки это у нас для газет они вот так вот берутся вот так открываются и выкидываешь сюда газеты и всякие и всякое барахло то что горит написано вроде для газет которые люди берут метро когда едут на работу читают и потом надо выкинуть они конечно же на улице швеции особо мусорок нигде нету поэтому все все складируют а потом приезжают на свалку и все выкидывают в эти замечательные контейнеры здесь их раз два три 4 4 штуки стоят то есть на всех местах хватит не выкидывайте на улице кидайте в эти контейнеры перерабатывается и делают вам новые газетки поехали дальше глаз замечательный пакетик а еще и тут есть еще разница с маслом она или нет дэнфери это с маслом выкидываем сюда это без выкидываем сюда в этих контейнерах выкидывают вещи которые еще можно носить то есть которые люди считают что они еще совсем даже неплохие их отправляют на всякие пожертвования на всякие я не знаю может даже секонд-хендах каких-то продаются вот такие замечательные контейнеры вон здесь находится такая замечательная комната куда сдаются всякие отходы от краски от машин всякие фильтры для масла всякие отходы от машин бочки от краски коробки всякая ерунда лампочки обычные потолочные а также всякие лампочки которые применяются бы того или там в какой-то рабочей среде батарейки батарейки от телефона всякая прочая ерунда которая может взорваться она ложится отдельно погодка начинает налаживаться мы все обошли все вам показали сейчас у нас остались багажники еще бутылки так называемые панты полосмассовые их тут тоже сортирует выкидывает из-за них получают деньги и там можно либо отправиться на пожертвование в африку эти деньги либо оставить же себе либо что-то пойти на кассу из-за них что-то купить поехали тададам вот мы приехали сдавать наши бутылочки панты полосмассовые про которые вам рассказывал это место называется пант стахун там где принимают эти бутылки где можно получить за это деньги либо отправить их в африку на пожертвование поехали смотреть как это делать запах тут конечно не из лучших потому что сдают тут как и пивные так и всякие полосмассовые вот за такую баночку получаем две кроны фишка в том что когда ты покупаешь напиток то за такую большую бутылку ты доплачиваешь две кроны если он стоит 10 ты платишь 12 за маленькую ты платишь одну крону если она стоит 10 ты платишь за нее 11 а потом здесь сделали так что он комс декса фонгер но нельзя кидать их у меня так получается теперь тут можно нажать забрать квитанцию с этой квитанции мы идем магазин и забираем все деньги либо нажать на зеленую эти деньги отправиться на пожертвование такой вот квитанция на 26 крон 3 евро если вам понравилось мое видео вы обязательно должны поставить лайк подписаться на мой канал поделиться с друзьями и напишите в комментарии было ли это интересно и знали вы таких фишках как панты сдавать или как здесь сортирует мусор если было интересно обязательно ставь лайк увидимся новом видео до встречи